Всем привет! С вами Наталья Петрова. В этом видео я вам расскажу о своих фаворитах осени. Давно у меня просят это видео. Действительно, я уже сейчас ежемесячно не успеваю записывать о фаворитах. Ну, на самом деле, потому что их не так много, чтобы посвящать каждый месяц отдельным продуктам видео. Итак, начнем с ухода за кожей рук. Это очень важно. Об этом не надо забывать. И особенно в зимнее время года. Но что я сейчас использовала осенью, это парочка меня полюбилась сразу. Как только я ее приобрела, это буквально вот недавние новинки Фаберлика. И они в том каталоге, когда появились, шли вот так вместе акцией. Это мыло для рук жидкое увлажняющее с алоэ вера, алантаином и депантенолом. Очень мне понравилось мыло своим бережным уходом. Оно совершенно не сушит кожу рук и пахнет свежестью. PH нейтральный. И к нему в дополнение, вот я их вместе, в принципе, и использую. Причем, мне они так понравились, я сразу себе приобрела и второй комплект такой же. Антивозрастной эффект. Крем-маска с маслом авокадо. Причем масло авокадо идет сразу на втором месте после воды. Она маленькая, всего 30 миллилитров здесь, наверное. Нет, 50. Просто выглядит маленькой. И приятный аромат. Она питательная маска. Вообще, такая жирненькая, но я ее не использую ни в течение дня. Хотя здесь, в принципе, написано, в течение дня можно наносить, когда удобно. Она достаточно хорошо впитывается, но все-таки такая плотненькая. И с ней вот больше мне нравится так немножечко помассировать, повтирать, в области кутикулы повтирать, чтобы ее увлажнить. Она хорошо напитывается. И у нее, в этой маске приятный аромат. Я не скажу, что это авокадо. Такой косметический аромат, но не навязчивый, не противный. Очень даже приятный. И, в принципе, если кожа очень сухая, то можно и в течение дня наносить. То есть, вот я нанесла, видите, блеска по сути нет. То есть, оно не такое прям жирное-жирное. Но кожа чувствуется напитанной. Вот так ощущается, что есть крем. Поэтому, конечно, лучше это на ночь нанести. То есть, это не то, что маска там нужно где-то смывать. Нет. Наносить как крем. Но по своим питательным свойствам она ближе к маске. И очень здорово. Вот этот набор я рекомендую. Вообще, за кожей рук нужно очень внимательно следить. Потому что лицо мы можем поддерживать. Да, все, что дальше, пусть стареет и какой будет. Ни в коем случае. Поэтому я всегда внимание уделяю. И особое внимание и мылу для рук. Потому что, если сушат, то это никуда не годится. И, конечно, крем, который был бы комфортен и хорошо работал. Для области кутикулы мне очень понравилось. Я уже второй себе купила. Хотя сначала я сказала, что вроде как ничего особенного. Но на самом деле здесь действительно увлажнение и смягчение. Здесь масло ЖЖБА, витамины Е и Ф. И почему я стала повторно приобретать этот крем? Поскольку его можно наносить на область локтей, коленей, вообще сухие участки. И даже немножечко на всю кожу рук. Потому что здесь очень богатый состав. И тоже прекрасно этот крем работает. И может даже снимать и пигментацию, и морщинки разглаживать. Он очень приятный. И, в принципе, к запаху я тоже привыкла. Просто он очень маленький. Конечно, он здесь удобно сделан с носиком, для того, чтобы наносить его именно на кутикулу. Но все равно я использую им на ниже перечисленные места тоже. Поэтому этот крем покупаю уже не первый раз. И с удовольствием им пользуюсь. И сейчас я хочу отдельно немножечко оторваться и сказать о том, какая помада. Потому что, скорее всего, вопросы будут. И, как правило, вы их можете задать спустя длительный период, когда я уже не вспомню, что это. Потому что это всего лишь пробник. Пробник полуматовой помады Secret Story. 43.035 ее артикул. Вот так она выглядит на губах. А полный обзор тех пробников, которые я приобрела, я делала в отдельном видео. Ссылочку оставлю, можно будет посмотреть. Помада, она не имеет каких-то, на мой взгляд, сильно ухаживающих свойств. И она не матовая, а полуматовая, на мой взгляд, сатиновая. Но если просто кого-то заинтересовал этот оттенок, то имейте в виду номер такой. И еще у нее очень удачная упаковка. Она с зеркальцем и с кнопочкой. Удобно, чтобы носить в сумочке. Бросил и не нужна с собой целая косметичка. И не надо бояться, что колпачок соскочит. Все. Идем дальше. Про руки я сказала. А теперь, что касается ногти. У меня просили записать отдельное видео полностью по уходу за ногтями. Я пока никак не соберусь, потому что про каждый отдельный продукт вроде бы подробно постоянно рассказываю. И повторяться не хочется. Может быть, я и соберусь когда-то записать отдельно. Но пока просто расскажу о том, чем сейчас пользуюсь. Вот я говорила в покупках о лаке 7316 серии Secret Story. Новая, вот с золотым. И говорила о том, что он очень темный. У меня на ногтях получается. Мне писали, советовали, спасибо всем, кто принял участие, что попробуйте более светлую базу. И я использовала вот эту базу 7257. Она довольно бежевая. То есть в один слой она не очень дает цвет. Она практически прозрачная. Но если ее нанести в два слоя, то действительно подложка получается, ну, ноготь, да, такой белый. И поверх него этот лак наносится уже светлее. Уже как раз получается тот бордовый оттенок, а не близкий к черному, который нужно. А вот сейчас на мне лак Skyline красный 7314. Этот лак, действительно, вот для меня это идеальный красный. У него такой цвет, вот, то, что надо. То, что надо. И кисточка здесь гораздо удобнее. Вот в лаках Skyline гораздо удобнее, чем в серии Secret. Но не всегда эти лаки по консистенции идеальны. То есть они быстро высыхают. Поэтому иногда приходят уже чуть более густые, чем надо. И поэтому я не очень-то их спешила покупать. Но красный цвет этот очень хотелось. Он очень красивый. Мне он нравится. Красиво блестит. Это вот он мне сейчас нанесен. Это уже я не первый день хожу. Я уже и мылась, и посуду мыла. И что-то там еще, в общем, какие-то работы убиралось. Мыла полы. И лак блестит, как новый. Еще сколов не было. Не вспомню, сколько дня. Три, может быть. И он у меня пришел нормальной консистенции. Жиденький, с удобной кисточкой. Наношу легко, практически ничего не пачкается. В общем-то, я довольна. Поэтому сейчас я его к фаворитам отношу. Теперь к декоративной косметике. Переходим к тональному средству. Я использовала, причем это у меня была замена и дневного крема, и тонального 2 в 1. DD крем серии Гардерика. Очень он мне понравился. Действительно, у него очень хороший состав. Он очень комфортен для кожи. Цвет практически подстраивается. Но это у меня средний оттенок 62-36. Мне бы хотелось попробовать еще легкий загар. Но его на складе давно нет. Текстура крема приятная. Хорошо по лицу распределяется. На сухую кожу наношу и увлажняет, и тонизирует. У меня нет каких-то заметных существенных недостатков, которые надо скрыть. То есть, мне его покрывающей способности, в принципе, достаточно. И когда мне некогда, я утром спешу и там еще темно, я не успеваю где-то что-то пудрой, мне нужно выйти. Я его даже без пудры наношу, выхожу. То есть, нет жирного блина на лице эффекта. Достаточно матовый получается в итоге финиш, но не идеальный. Конечно, если припудрить, тогда это другое дело. Но, тем не менее, и без пудры ходить можно. То есть, вот такое универсальное средство, оно всегда должно быть, когда нужно мгновенно себя привести в порядок и нет времени на наслаивание. А что касается пудры, то у меня была в фаворитах, и сейчас, пока я пользуюсь, пудра в шариках. Она у нас вот вышла, когда последняя, у меня 63,75. Но она здесь пустая, потому что это было очень светлое. Очень светлые там были все цвета. Я их смешала с теми, что были ранее, вот в такой. Это уже давно вышло, это прошлогодняя, по-моему, была лимитированная коллекция. И здесь были темные шарики, а здесь были светлые шарики. Вот я их смешала вместе, и у меня получилась пудра, которую я могу наносить на все лицо. То есть, не просто хайлайтеры, как вот это, или бронзер, как это. А такое вот все в одном смешали, нанесли, и получается легкое свечение. Плюс, все-таки, заматировали мы крем, плюс немножечко так выровняли оттенок, придали ему такое естественное-естественное сияние. Сегодня я их, правда, не их использовала. Сегодня я наносила пудру Secret Story, но я сейчас ей практически не пользуюсь. Такая пудра нужна тоже, чтобы быстренько, можно взять с собой, можно быстренько кистью большой взмах 1-2, и тоже готово. То есть, это такой, ну, это матовая пудра, она у меня тоже средний оттенок 63-16, он мне чуть-чуть темнее моего основного тона, меня это устраивает. Но она вот дает полностью матовый финиш, а пудра в шариках легкое такое подсвечивание, которое мне очень нравится. Поэтому пока им пользуюсь. Что касается теней, я не могу сказать, что я какими-то одними особенно пользовалась. Беру все время из разных палеток разные оттенки. Но вот сейчас последнее время, последнее время, да, месяц точно, я использую тени, это вообще у нас волнующий нюд, по-моему, серии Skyline 5592. Это, конечно, далеко не нюд, я эту палетку показывала, она, видите, как пылит. Ну, не обращайте внимания уж, какая есть, тут просто очень-очень много золотых блесток и в светлом оттенке, и в темном. Черный цвет я использую, этот золотистый, ну, можно, конечно, для такого вот растушевки и общего, но это слишком сияюще получается, и золотые оттенки я не люблю. А вот этот черный, почему использую, он дает действительно угольно-черный цвет. То есть я беру кисть, наношу этот цвет и получаю альтернативу подводке черной. Причем, если нанести 2-3 слоя, то получится черный-черный-черный. Ну, мне сейчас вот на верхний век такая подводка очень нравится. Я прям толстым слоем наношу, ну, вот хочется мне сейчас такой черный. И получаю я, в принципе, довольно стойкий оттенок. Единственное, что эти золотые блестки, они, конечно, сохраняются на глазах. Их не так много, и то, что они немножечко поблестят, ну, ничего страшного, осень. В принципе, сейчас уже серость, листья опали, и на фоне общей такой промозглой погоды, кругом все серо, пусть пара блесток на глазах придаст какую-то яркость, да, краскам. И последнее, наверное, на сегодня, нет, не последнее, еще два продукта. Паста, чуть не забыла про нее, я ее не показывала в покупках и не показывала в новинках, потому что купила чуть позже. Покупки я вам тоже не показываю уже свои последние несколько каталогов, лишь потому, что покупаю только новинки, а о новинках есть отдельные обзоры. Что-то, может быть, из раза в раз я приобретаю в запасы, но это то, о чем уже не раз тоже сказано. Поэтому как-то о покупках особо нечего сказать, и отдельных видео нет. Вот эта паста, я долго не знала, что про нее сказать, поэтому она уже почти закончилась, а так и осталась без обзора. Это паста 1657 для чувствительных зубов. У меня зубы, бывает, что бывают чувствительные, не всегда не все, но бывает. И мне кажется, что немножечко она помогает, совсем чуть-чуть. По вкусу, по тому, как она практически не пенится, это мне не нравится. Я люблю легкий мятный запах аромата, либо вкус, либо какой-то вкусненький там, вообще вкусненький. Но чтобы он был, а чтобы паста пенилась. Здесь ни то, ни другое, хотя я ей пользуюсь каждый день. Я не знаю, почему у меня рука тянется каждый день именно к этой пасте. Последний фаворит, это действительно фаворит. Я давно не покупала, но сейчас пользуюсь, потому что заметила, что пора почистить. Поскольку я не использую ни скрабы, ни пилинги, ни маски, то, ну, по истечении там какого-то количества времени, конечно, все-таки понимаешь, что нужно как-то кожу более глубоко почистить. И никакие механические воздействия не применяю. Ну, вот такая я. 10-81 это гель для очищения пор. Он, во-первых, мне очень нравится его запах. Поскольку это продукт, который должен быть какое-то время на лице, естественно, его запах не должен вызывать отвращение. Наношу этот гель на сухую чистую кожу и даю ему чуть-чуть повсохнуть, чуть-чуть побыть на коже. Дальше его нужно скатать. И вот я не жду, когда он высохнет, и не тру по лицу сухими руками сухой гель. Я влажными руками, либо можно не дожидаться, пока он совсем высохнет, и влажными руками немножечко делаю такие вот круговые движения по массажным линиям, чтобы ни в коем случае никак не растягивать, не травмировать кожу. И этими круговыми движениями мы создаем такие вот скатывающиеся... Ну, сейчас он у меня влажный, поэтому не будет видно этих катышков. Но, тем не менее, таким образом, особенно это нос, немножечко лоб, подбородок, это позволяет почистить поры действительно хорошо и дает такой вот свежий чистый вид лицу. Вот так. Легкий, приятный аромат. Пользоваться одно удовольствие. Еще есть два продукта в этой серии, но я их не покупала, потому что у меня нет проблем с порами, в принципе, они просто чуть-чуть немножечко загрязняются на крыльях носа. И поэтому иногда нужно им помочь почиститься, и чтобы они закрылись, потом протереть просто лицо тоником. Мне этого достаточно, потому что проблема не ярко выраженная. Ну вот, а теперь это все о фаворитах. Я надеюсь, что вам было интересно. Если остались вопросы, пишите в комментариях. Я желаю всем отличного настроения, и до встречи в следующих видео. С вами была Наталья.